Если вы живете в этих удивительных городах, мы с вами сможем встретиться в Живую. Супруг считает, что я не веселая. Отвечаю, что я не клоун. Если будет радостное событие, то и смеяться буду. А он говорит, что я многого хочу, а радоваться надо каждому дню, что все живы и руки-ноги целы. Не надо смотреть фильмы, как цветы дарят, машины, кольца, так только в кино бывает. Вот скотина. Ну хорошо, а давайте теперь с вами разберемся. А какая история этой счастливой жизни? Как вдруг случилось, что твоя жена оказалась невеселая? А раньше была веселая? То есть, ты начал трахать невеселую бабу. Потом невеселая баба утащила тебя в сожительство. Потом невеселая баба дожала тебя до брака. Вы поженились, завели детей. И ты такой, о бля, невеселая. Надо быть веселее. Я об этом и говорю. Это чужие люди. Которым кажется, если этот человек со мной спит, он мистическим образом улучшится. Ну, в нашем случае, подстроится под меня и станет меня удовлетворять. А эта милая дама не заметила, что он диджей нудный? Нет, она не могла заметить. Потому что она что, строила семью? Какой-то мужичок попал в ее письку и застрял. И она давай обхаживать эту историю, делать из него мужа. Не обращая внимания, кто это. А это мудак нудный. Ну, как же так? Мы же уже давно трахаемся. Как объяснить, что радоваться? Это себе надо объяснять. Сидишь грустный такой. Сука, что я грустный? Руки, ноги есть, радоваться надо. А он настолько тупой, что он бабе объясняет. А она настолько тупая, что с ним живет. Ну, вот и все. Подходят ли они друг другу? Да. Удивительно. Но они подходят друг другу. Они созданы друг от друга, дорогие мои. Прямо созданы. Убивать друг друга. Им по карме положено. Господь долго искал такого придурка в твою жизнь. Чтобы удовлетворить твои извращенные желания. И он ей такую же нашел. Ему. Чтобы вот, вот. Невеселую. А я не клоун. А кто ты? Ты живешь с человеком, с пищем, готовишь ему. Вообще детей рожаешь, которые смотрят в глаза. Что-то ты невеселая, бля. Ну, давай. Ой, да, да, ой, да. Ой, да люлили. Пошла в пляс. Давай, давай. Веселись. Веселится и ликует весь народ. А ты с ним живешь. Не дура ли ты? Дура на всю голову. Ну, держись за него. Может, это твой человек. Твой человек. И ты его скоро переделаешь. Потому что контакт с твоей вагиной однозначно благоприятно. Скажется на нем. Два идиота. Вот такая ситуация. У нас все хорошо. Мы только хотим немножко все изменить. Точно не надо разъезжаться? Ну, ясен пень. Вряд ли он такой, дорогая, у тебя такое вкусное оливье. Я просто с него балдею. Где-то слышал, что если немножечко добавить свежего яблока, оно станет еще лучше. Давай разъедемся на полгода. Мы об этом сейчас. Вот в том-то и дело. А вот когда у тебя, блин, нету оливье, когда тебя, блин, насрали в тарелку, когда все плохо, когда она спит с соседом, чужой человек, конечно, надо разъехаться. А вы, пожалуйста, не подсказывайте им, что можно разъехаться. Это плохой совет. Вдруг разъедутся. Прости, не удержался. Кому еще с третьего ряда не попало сегодня? У тебя что-то первый ряд отгребался. Сегодня третий. Как-то там сконцентрировалась такая мощь. Так это же ее подруги. Да, вижу. А что, знаешь, вы тратите ее подруги? Да не говори никому, господи. А там еще второй день. Да, я вижу, вы тут большой группой прибыли. Рассосредоточились. Да. Ну, с другой стороны, мне за это неплохо платят, я терплю, поверь. Ну, ты же понимаешь, что я тут не страдалец. Не страдалец. Поэтому мне иногда говорят, Сатя, как тебе так тяжело, наверное, с женщинами общаться, а потом с ними фотографироваться? Устаешь, милок? Я говорю, пока в мире существует аккумуляторный завод, я благодарю Господа, что моя работа – это общаться с бабами, с красивыми фотографироваться. Вот тяжело. Как ты вообще это переживаешь? Очень хорошо. Очень хорошо. Разложать вагон в шестером за четыре часа с мукой – вот это, блин, тяжело. Я сегодня уже одну лекцию прочитал, сейчас вот вторую прочитаю, а вечером у меня еще две консультации. И когда вы узнаете, сколько мне за это заплатят, вы не будете мне жалеть, скажут. Не, ну, понятно. Я бы всю ночь так консультировал. Где там был вопрос? Читаем. Мне 34 года, есть ребенок от первого брака, начало встречаться с мужчиной, ему 44. Очень резко реагирую на те моменты, когда что-то идет не так, как он планировал. Возможно, он реагирует, да. Например, договорились о встрече в силу определенных обстоятельств. И вы понимаете, что сюда можно зашифровать любую историю. А дяденька, смотрите, взрослый, на бзду не ведется, ну, хорошо. В силу определенных обстоятельств я не смогла прийти. Объяснив причину. Он превращает, он прекращает общение, молчит третий день. Сука. А должен был что? Взять маракасы и вижу тебя наискосок. Плохо реагирует, обижается. А как должен реагировать, чтобы вы... Вот как вот мужик должен среагировать? Вы договорились, он ждал, ты не пришла. Он такой, да и хер с ним. Не пришла и не пришла. Вот такая ситуация, чтобы баба была спокойной и письмо не писала. Ответ, знаете, нету таких ситуаций. Как бы мужик не поступил, он что? Мне сказать, скотина. Ишь ты. Написано же. В силу определенных обстоятельств. Проблема в том, что ты объяснила. И он понял, что ну ни хера себе. Вот это... Ты реально считаешь, что это сила неопределенных обстоятельств? У меня был запор у котика. Вопрос, как реагировать на эту манипуляцию с его стороны? Стоит ли первой выходить на связь? Ой, как дети. Ну вот мужик, допустим. Выкинем историю про силу сложившихся обстоятельств. Вот мужик заинтересовался некой бабой, которую он хочет трахать. Трахать возможно. Ну, чисто статистически я не вангую. Он это и делает. Мы можем предположить, что это были не просто свидания, а что? Договоры на секс. То есть свидания не просто они посидели, погуляли и поехали по домам, узнав друг друга. Нет, они пожрали перед трахаться. Мужик там себе уже яйца подбрил, подмышками там еще. Ну, может быть, даже копил потенцию, три дня не дрочил, чтобы тебя порадовать. Изо всех сил дождался. А тут, сука, сила сложившихся обстоятельств. А он сильно рассчитывал сегодня согреться в тепле. Вы знаете, какая должна быть сила обстоятельств? Что должно быть? Смерть. Ну, как минимум. Как минимум. Мужик обиделся. Ясен пень обиделся. Расстроился, яйца чуть не лопнули. Нервничал, волновался. Если бы он и не рассчитывал на это, потому что, что, он как-то решает вопрос. Потому что это до моего сердца, я с ней не трахаюсь пока. Мы узнаем друг друга для дальнейшего более качественного сексуального семейного траха. А сейчас немножко подрачивают, ну там все дела, как там мы решаем эти вопросы. Ну, шлюхи, волонтеры, ну я не знаю. Друзья пидорасы, это кому как повезло обусловиться. А он рассчитывал, сильно рассчитывал. Но с другой стороны, давайте другой вопрос будем обсуждать. Вот он как-то среагировал, все, сложилась ситуация. Баба как-то побила, он не знает, как вести себя с этой женщиной. Потому что эта баба какая? Ее знает какая, чужая. Он не знает, потому что женщины все очень, как бы, все очень разные. И дети, все разные. Все разные. И чтобы под тебя подстроиться, надо узнать, как реагировать. И вот ты, допустим, поиграем в эту игру. Абстрактная женщина, абстрактный мужчина. Я планировал, ты меня что, задинамила, я расстроился, я должен как-то среагировать. То есть сказать, все нормально, ну ничего себе. Где нормально, блин? Где нормально, горе такое? Вы встречаете без секса. Я тебя умоляю, ну может быть, конечно. Поднимите руку, кто уверен, что они встречаются без секса. Может быть, девушка... Может быть, что она вообще инопланетянка. Я не знаю, что нужно делать. Да мы все чудеса знаем, что они трахаются. Потому что все так трахаются. Мы уже проводили вчера исследование, все люди трахаются. Встречаться для нас это трахаться. Мы можем не трахаться первый день. Потому что, ну не блядь же какая. На первом свидании не дают. Мы должны узнать друг друга завтра. Это уровень нашей морали. Если три дня, ну это вообще. Поэтому я предположил. И вот мы сейчас не об этом. Не важно как. Сейчас вот услышь. Я тебя не знаю очень хорошо. Я вижу, какая-то должна быть реакция. Я должен как-то делать. У меня эмоции, я что-то волнуюсь. И я как-то, как-то, из-за своей культуры, из-за своего опыта. Я что-то делаю. В данном случае что сделал мужик? Помнишь? Начал молчать несколько дней. А тут даже сказал, сколько дней? Три. То есть через три дня что? Они начали говорить. Как вы думаете, почему? Он отошел? Он отошел. Если бы он просто отошел, начали через три дня говорить, все было бы спокойно. Не-е-е. Стоит ли первой выходить на связь? Поэтому вопрос задают, потому что она первая и выходит на связь. И вот я общаюсь с тобой, видя, что ты поступила мерзко. По моей ошибочной, с моей ошибочной точки зрения, я как-то на это реагирую. Перестал с тобой говорить три дня. Ты меня обидела. Ты отравила мой девичий мозг и растоптала мои дельвейцы. Все. И ты три дня что-то волнуйся, волнуйся. И через три дня начала со мной что? Ну, позвонила, там, как бы ни в чем не бывало, начали говорить и поехали трахаться. Условно говоря. И что? Что я понимаю с точки зрения психологии? Отлично, красавчик. Я теперь всегда буду по три дня молчать, потому что я понимаю, с этой бабой надо три дня помолчишь, она быстренько домаринуется и все будет отлично. Пока эта система будет работать, мужчина не будет другую искать. Смотри, что написано. Так и происходит. Так и происходит. Всегда так выходит. Всегда. Мы ищем человека и ищем какие технологии, как можно на него воздействовать, чтобы получить тот результат. Девочки не так манипулируют? Допустим, девочка такая говорит, ты мне не купил вкусного, все, трахаться не буду с тобой. Он такой, на тебе конфетку, и купил ей шоколадку. Она вот, пожалуйста. И женщина понимает, что хочешь шоколадку, нужно манипулировать чем? Сексом. А если я тебе не дам, ну и не надо, господи. И все. Сидит со своим вареничком день, два, три, пять, девять. Как вы думаете, будешь в следующий раз предлагать историю? Я тебе не дам, если не дашь конфетку. Не будет, потому что что? Не работает. И вот этот набор вот этих вот технологий, ну так мы и общаемся, так мы и находим. Поэтому если ты позволяешь мужчине так себя вести, все, он так и будет вести. Когда мужчина начинает что-то менять, когда люди начинают что-то менять, когда перестает работать, так в чем там проблема? Все нормально. Мужик понял, три дня не разговариваешь и как шелковая. Красавчик, кто красавчик? Я красавчик. Надо продать братьям за пашем технологию. Пусть со львами решают. Со львами по той же схеме дрессировка идет? Да. Есть такая книга, называется «Не рычите на собаку». Очень рекомендую прочитать, это про воспитание детей. Быстренько в двух словах. Разницы между воспитанием детей и собак нету никакой разницы. Технология абсолютно одинаковая. Почитайте, с ума сойдете от неожиданности. И папочка прав? Идеальный день. Потому что ты прочитала умыть книгу. Потому что у меня была большая собака в детстве, я с детьми, нельзя. То есть, голос должен быть. Отлично. Конечно. А мои книги уже купила по воспитанию детей? Я купила. Солнышко. Ну, чтоб сейчас не было, я тебя запомню. Я дизайнер. Что? Я дизайнер. Ты дизайнер? Я рад за тебя, но книги придется купить по-любому. Я могу все. Нифига себе, время-то заканчивается. Давайте письмо еще одно хотя бы прочитаем, а то... Существуют ли идеальные семьи? Если да, то какой процент? Небольшой. Приблизительно такой же процент, как и количество людей, которые в этом вопросе, что? Искушены. Они знают, как это делать. Семья – это технология. Технология. Идеальная семья, она, если люди знают технологии, либо они ее узнали, либо как бы, ну, интуитивно как-то поймали, либо кто-то как-то подсказал, либо там через терник с вездом, ну да. Большой процент? Ну, что вы, нет, конечно. Если я скажу, что там 50% семей счастливы при проценте разводов около 80, мы точно знаем, что это меньше, чем 20%. Потому что так же мы все знаем, что семьи, которые не развелись, совсем, очень совсем не факт. Но счастливые семьи, ну, конечно, есть. Это не какая-то стабильная величина счастья. Но люди не хотят разводиться, им хорошо в браке. Ну, например, я не хочу разводиться, у меня классная жена, мне нравится. Ну, вот прямо вот, поменять на кого-то. Меняешь жену 50 лет на 2 по 25? Нафиг надо. Поэтому, ну, в общем, пока я не развелся, можете считать мою семью счастливой. Верите ли вы в создание счастливой семьи из первой любви со школьной парты? В чем может быть нюанс? Это ни в чем. Ни в чем. Нету никакой разницы, если это первая со школьной парты или не со школьной парты. Если правильно делать, то можно все построить. Со школьной, это с 6 лет мы вместе? Ну, я, честно, не видел, не знаю. Вот в моем кругу нет людей, которые построили отношения в школе. Я не отвергаю, это может быть, такое есть. Ну, вот в моей, я не сталкивался. То есть, реально, я не видел таких людей. Но я видел массу людей, которые выстроили нормальные отношения, ну, учащих где-то в, ну, после школы, где там они. Ну, потому что в школе редко кто строит, все-таки еще молоды. Это как в детском саду тоже вряд ли создались какие-то семьи. Что-то представило, да, всю эту красоту? Не. Поэтому, ну, конечно, верю. А как не верить? Я очень впечатлительный человек. Конечно, я верю во все лучшее. Я вообще за все самое лучшее против всего самого плохого. Я такой. Ну, я с женой с пятнадцати лет знаком. Мы учились в одной группе. Да. Это не школьная парта. Ну, опять же, парта. По-любому. По-любому. Есть ли вопросы? Сесина, мадам, задавайте свой вопрос. Раздельный отдых мужа и жены, то есть муж, друзья, или я, или подружка, или подружка? Раздельный отдых может быть, но должен быть совместный. И такое и такое? Ну, конечно. Такое, такое допустимо. Ну, опять же, при... А можно вопрос? Да, давай. Если, ну, вот я с этим мужем уже взяла, нормально ли это, муж попросил свободные отношения? Новый самый? То есть, должна быть свободная выбора у каждого, то есть, если я выбираю тебя, значит, у меня должна быть свободная в душе, я только так чувствую себя счастлив. Если я сейчас там пошел, увидел Маньку, а мне понравилось, это мое свободное отношение. Ты тоже так можешь. Я согласилась с нами, там, только смотреть на что это превратится. Ну, не ваше хорошее это не превратится. Но есть у нас почему так произошло, оказывается, у нас очень много в городе так живут много лет, рожают детей, и, ну, прям, как две-три жены. А есть, я знаю, в городе у вас наверняка масса, есть примеров, где люди вместе бухают. И это основа семейного счастья. Просто вот с утра начинают вдвоем бухать и бухают. Потом потрахались по пьяни, подрались, опять бухают. И живут, и детей рожают. Чего этот вариант не взял арт для... Ну, это вообще невозможно, правильно? Ну, это не давание. Бухать? Нет, свободное отношение. Ну, да. Ну, давайте это переведем на понятный язык, на другой. Не так вот красиво, изящно, как ты рассказываешь, а реальность. Что это означает? Она говорит, ты, баба, классная, я с тобой буду жить, но я буду трахать других баб. Потому что я люблю трахать разных баб. Если ты готова на то, что ты будешь жить с мужиком, который трахает разных баб, то да, все без проблем. Но я человек культурный, поэтому тоже можешь это делать, да, без проблем. Потому что мать троих детей, она же, понятно, на каждом углу на расхват. Прямо, ну, как тоже не захочет трахать мать троих детей. Я смотрю, что они у тебя не 18, 27 и 34, да? У тебя же времени тьма. У тебя семья, муж, дети, и еще немножечко свободных отношений. Да, да, после этого детей уложила и в бар, в бар искать своего человека. А что так? Ничего себе, предъява какая, классная. Да. И главное, что ты повелась на эту историю? Нет, я специально не посмотри. И свободу была такая, он каждый вечер гулял, а я каждый вечер делала, работала. Но он написал, это любовь. Но он написал поклоннику, который 13 лет меня любил и все это время как бы был рад меня принять на запад. Когда ты познакомился, на улице в Москве я становилась от движения, со мной познакомился, очень приятно, на душе. На семь лет меня младше. И я написала, как будто бы поставил. Солнышко, ты на верном пути? Я не знаю, зачем мне эта информация? Это нормально или я с ума скажу? Да, сходишь. Ты вообще подгоняешь по-детски, да? Понятно. Ну да. Ой, господи. Давайте лучше хоть что-то прочитаем, потому что... Прочитаем, можно подумать тут что-то. Муж принимает душ каждый день с утра. Ну, походу, проблема не в этом, а в том, что не моет за собой ванну. Ванну не моет. Сначала я мыла молча. Ну, потому он и не моет, потому что мужчина, ну, чтобы мужчина начал мыть ванну, это должен завоняться убитый лось с охоты в ванной. Тогда он такой, блядь, что-то как-то, ну... А где белая ванна? А если какие-то гномы ванну намывают, то нормально. Я же женщина и жена. Ну, именно поэтому ты и мыла, да. Потом поняла, что могу тратить свое время на что-то приятное и попросила его мыть ванну. Ведь моется он, за своим здоровьем следит. Получился скандал. Ванну, правда, стал мыть через раз. Но это длится после года. Иногда хочется развестись. Он считает это мелочь, и я придираюсь. Иногда я пью успокоительный и молчу, чтобы не разжигать скандал. Ругаться не хочу. Как ему объяснить, что за собой ванну моет каждый сам? И как культурно говорить об этом? И как культурно говорить об этом? Ему напоминать. Ну, вот так. Мне кажется, все должно быть по-честному. Почетным моет ванну, по-нечетным ты. Это справедливо. Второго ребенка он тоже должен родить, чтобы по-честному. Зарплата 50 на 50. Скидываться на продукцию относительно веса человека и съеденной еды. Вы знаете, у меня дома есть ванна. но в моей ванной, которая у меня есть, купается моя жена. Потому что, откроем страшный секрет, это ее ванна. Потому что у нее отдельная ванная комната. И туда никто не ходит. И она сама моет свою ванну. И там мужчины в ее доме не насыпают в себя шерсти, как с Йетти линяющего. А у нас есть другая, мужская. Не знаю, ванная это или как? Ну да, ну, таз. Нет, не все так плохо у меня, да. Там просто другая, другая. Там какой-то душ, там всякое такое. Он потемнее. Если у жены все белое, то у нас все сильно серое. Ну, чтобы, наверное, нашу грязь не было видно. И вы знаете, я ни разу не мыл ванну. Ни свою, ни ее. Кто-то ее мыет? Кто? Какая версия? Гномы. Гномы. Вода ж течет и все смывает. Это очень по-мужскому. Как она может испачкаться, если там вода течет? Поэтому я так, ну, вы сейчас задали вопрос? Я так задумался. походу, жена моя, потому что я не обращал на это внимания. Но эту ванну я купил. И я ее обслуживаю. И мыющие средства я покупаю. И рукавички для мытья тоже. А если надо нанять клининговую компанию, это я тоже заплачу, никак не жена. Это называется разделение обязанностей. А еще я масса чего делаю. Я бортирую колеса, плачу за страховки, техосмотр прохожу. на всех машинах, а не только на тех, которых я езжу. Ты ездишь, ты, блин, типа, ходи свой. Ишь ты. Посуду за собой мой, ты же жрал с нее, сука. Да. Да. И холодильник мой. Твой йогурт вытек. Проблема-то в другом. Проблема-то в другом. Как вы думаете, почему женщине не нравится мыть ванну? Потому что она живет в равных отношениях. Оба работают, оба скидываются, а она еще, сука, моет ванну. Поэтому кажет за себя. Такое возникает только в семье, где кажет за себя. Не у каждого свои обязанности. Мальчики занимаются это, девочки занимаются этим. Мальчик покупает кухню со шведской столешницей и холодильник на полторы тонны. Загружает туда чем? Вкусными продуктами. Покупает посуду. Покупает посудомоечную машину. делает теплый кафельный пол с подогревом и платит за этот свет. Конечно, в такой ситуации женщина будет готовить, радоваться и мыть ванну с большим удовольствием. С большим удовольствием. Потому что это любящие ее люди там моются. Конечно, если она зайдет, смотрит, а там вот такой кровавый и кафель треснул. Такая зелень с прожилками кровища. Она скажет идите сюда, ну-ка, показываем ноздри у кого пустая. Быстренько убирать. Убирать. Но зато те же самые любящие ее мужчины полезут в канализацию, поснимают и будут вытаскивать вот такие длинные волосы, которые она никогда в жизни не доставала и не будет доставать, потому что она девочка. Зачем ей это делать? Это же противно. В семье должен быть мальчик, который туда залез, и все это там достает. И он говорит, да чего это такое длинное? У меня уже 30 лет нету таких длинных волос. Вот вам выбирать. Жить в патриархальных отношениях, где мальчики это мальчики, девочки это девочки, а между ними любовь. И каждый друг о других заботится. А она моет за тобой душ, а ты ковыряешь за ней септики. А она тебя готовит и моет за тобой посуду, а ты убиваешь адских гадов, которые обижают семью. Она занимается рождением детей и мытьем фикуса, а ты ходишь на работу и приносишь домой денюжки. Она писает сидя, а ты писаешь стоя. Вот такая вот история, вот так Господь решил, что тут мальчики, а тут девочки. А можно по-другому? Как? Мы с тягом вместе все напополам. Уточком встали, ломанулись на работу, устали, как собаки, домой прибежали, и там оба ищут кого? Любящую жену. И муж ищет любящую жену, и жена ищет любящую жену, а там нету любящей жены. И все делим пополам. Я не забираю быть зависимая в отношениях. Я пошла на работу специально, чтобы от тебя не зависеть. Как-то я могу зависеть от тварей, с которой я сплю и рожаю детей. Нет, я пойду лучше к чужому мужику зависеть. Пусть он меня нагибает. Надеюсь, что перестроен маршрут твоих отношений. И больше ты не будешь строить вот такие отношения, которые ты настроила и со всеми спасибо тебе, очень многие увидели, что ты правильно перестраиваешь маршруты. Все таки Господь существует. Если бы Бога не было, его надо было придумать. По-любому, потому что без него никак. Дорогие друзья, давайте как-то закончим. А как мы закончим? Если вы живете в этих удивительных городах, мы с вами сможем встретиться в живую. Спасибо. Спасибо.